Девушки отдыхают Я не понимаю, как они это делают, но бывают, они просто убирают все лавочки, лавочки это как трибуны Я не знаю, как они их снимают, я думаю, там какие-то крепления, но дело не в этом Всех собрали там, и там начинается шоу, чирлидеры выступают, там это все девятиклассникам, которые пришли, типа новенькие Прикольно, прикольно, потом выходит Зауч И сейчас сыграет лирическая музыка, я думаю, он сейчас такое что-то классическое будет это И тут начинается резкий бит, и Зауч начинает читать рэп Мужчина, наверное, лет сорока начал читать рэп Ну, у нас учителя даже что такое рэп, наверное, не знают А тут учитель выходит, зал весь порвало, потому что они, видно, тоже не ожидали от Зауча такое И все прям начали хлопать, начали бит, поднялись, встали, начали орать, потому что это очень круто, поддерживать его И он такой, рэп что-то про учебу, учитесь, там, тра-та-та-та-та на английском А потом выходит директор И сначала без музыки Я думаю, ну, Зауч поприкалывался, например, там, сделал всем прикольно Выходит директор, я думаю, ладно, сейчас скажут там дети, учитесь хорошо Это, как обычно, очень важный шаг для вас, как говорят у нас А там еще добавляют все прикольности, то, что они поставили два прожектора, знаете Свет выключили и только на него, это прям как на большой трибуне, все вот прям как в фильмах И он такой выходит, берет микрофон И начинает читать рэп, как будто продолжение рэпа Зауча Все просто от директора еще больше удивились Это было так по-особенному Ну, скажите ж, учителя постоянно, если у нас, во-первых, ты два часа стоишь Ты через час уже стоять не можешь, потому что это зрелище, ну, очень скучное То тут это всего 40 минут 40 минут ты сидишь и смотришь такое прикольное выступление Ну, представьте, если ваш директор вашей школы вышел и начал читать рэп Это было смешно Я хотел бы вам снять, но нам сказали туда ни рюкзаки, ни телефоны Ничего не брать Если они увидят их, они забирают и только с родителями вы можете их забрать Я чуть-чуть снимал на телефон, но там почти ничего не получилось В принципе, как и все, все пытались немного снимать Телефоны не прям запретили, им их сказали держать в кармане Поэтому, извините, конечно, что не снял, потому что камера была бы очень палевна Даже если телефон палевна, поэтому Просто поверьте на слово, это было Я очень сильно удивился Для меня был первый такой опыт, что директор выходит и начинает рэп читать Может он второй Минем или брат Минема Физра тут вообще полная противоположность того, что я себе представлял Из-за того, что тут, наверное, в раз 5-10 больше полных людей Я думал, что и Физра будет еще лайтовее, чем у нас в Украине Потому что там, не знаю, чтобы не соврать, процентов 80 вообще на урок не переодеваются Остальные 20 сидят и почти ничего не делают Выслушивают или разговоры классного руководителя Или там в телефонах втыкают И только, наверное, раз в 5 или 10 уроков мы делаем что-то путное Разминаемся, бегаем, все дела Тут ты должен каждый день бегать, все дела Я был этому удивлен То есть первые дни, там, нам дня 4 подряд, да С понедельника по четверг нам рассказывали все техники безопасности Как там в коллективе, всякое такое вестись Ну, как у нас за один урок, только тут рассказывали 4 уроков подряд Что прям вы усвоили, так усвоили И затем мы сегодня уже начали полноценно заниматься Там, вышли на стадион И он сказал, давайте будем устраивать спринтерские забеги Все такие, да, давай, спринтерские забеги Он отходит, не знаю, там, на метров, наверное, 30 сначала И с каждым забегом на 5 метров дальше То есть 30, 35, 40 и так далее И так вроде было 6 или 8 забегов Я-то со своей крепатурой после вчерашней беготни Очень трудновато было, но ничего, физра меня больше, как, наверное, размяла И крепатура должна вот-вот пройти, на что я очень сильно надеюсь Но на самом деле, сначала вообще он позвал разминку делать Я думал, я не выживу Я весь как будто деревянный после вчерашней пробежки Это было практически нереально Это было больно, но я размялся, стало легче И он такой, типа, спринтерские забеги побежали Я прибежал первый раз первый, второй раз первый, третий раз первый, четвертый И так, короче, все разы я прибежал первым И он там меня лично похвалил Никого не хвалил, только меня похвалил Потому что все разы я прибежал Со мной пытались соревноваться, они по очереди разные Потому что они выходят, где-то 2 забега, где-то сзади бегут Ну, там, они же коротенькие, не сильно длинные эти спринтерские забеги Где-то сзади бегут, экономят силы А потом раз, и один раз соревнуются с собой Я считаю, что это было нечестно Если я выкладывался во всех 8 забегах То они готовились, там, не знаю, 2 отдыхали и 1 или 2 бежали Это было не совсем честно Но все равно никто меня не обогнал Тут, кстати, да, легко сделать так, чтобы никто не обогнал Приближались там, но не догоняли Потом он сказал, бегаем круги Да, бегаем круги Я смотрю, он говорит, типа, гоу, побежали Они все как сорвались Я уже вдруг поверил, что они все хорошие бегуны Оказалось, не тот-то ли было Они не хорошие бегуны Их хватает на первые метра в 100 вот так вот интенсивно бежать А я сразу взял, плюс скрипатурой, что было тяжело Взял чуть медленнее, чем свой средний темп Потому что скрипатурой я не могу свой там средний темп бежать И я просто побежал в своем темпе И я просто одним за одним их на протяжении всех кругов обгонял Потому что они уже устали буквально через один круг А когда ты бежишь в одном темпе Во-вторых, у тебя не болит ни сердце, ни легкие, ничего Потому что ты держишь один и тот же темп Один темп перекачки крови Нет тут там перенасыщения организма кровью Когда сердце слишком много качает Нет того, что ты качаешь, оно недостаточно И у тебя все болит Просто ровно, рономерно бежал И обогнал всех Бежал, бежал первым Потом кто-то там снова набрался сил Он догоняет меня А я не услышал, сколько кругов надо бежать И вот он меня догоняет, я ускоряюсь Он догоняет, я ускоряюсь Потом я думаю, ну я же не знаю, сколько кругов Пусть он бежит, он бежит, пытается от меня оторваться Фух, устал, идет А я этим темпом его все равно догоняю Он полностью на всей дистанции не смог от меня оторваться Все время я специально бежал плечо к нему Чтобы понять, сколько кругов Потому что оказалось, что он сам не знал, сколько кругов Просто до конца урока бегать надо было Ну так, в принципе Физра у них потяжелее, чем у нас Бегать надо почти весь урок Я реально достаточно устал Но все-таки тоже можно как-то линять Как у нас, немного медленно что-то делать Можно, там не знаю, присесть на каком-то круге Пока тренер не видит И просто подождать следующего круга Или просто побежать в любой момент Такое, но главное, что предпринимаются попытки бега Это мне нравится То, что беговые тут тренировки Это мне очень заходит, очень нравится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!